Фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» в Подмосковье проводится уже более 10 лет. Традиционно в нем могут принять участие детские и юношеские коллективы и талантливые исполнители от 14 до 30 лет. В этом году он проходит в четырех номинациях – патриотические песни советских композиторов, военные песни, песни о родном крае и патриотические стихи и проза. Это сложный репертуар, до него нужно дорасти, поэтому у нас и номинации взрослых, в основном ребят. Ну и вот на сегодняшний день я довольна результатами, очень-очень хорошая подготовка, но иногда, мне кажется, не совсем понимают, о чем поют, особенно песни о войне. Отборочный тур фестиваля проходил заочно. Из более чем 500 желающих в следующий уже очный тур прошли чуть более 200. Конкурс будет проходить четыре этапа в разных городах Подмосковья. Первый состоялся в Доме культуры города Видное. Мы очень благодарны вообще принимающей стороне и администрации Дома культуры города Видное, и администрации Ленинского городского округа в целом, потому что было оказано всяческое содействие, очень многие моменты были взяты на себя организационные, и это нам, конечно, безусловно, помогло. Почаще бы и побольше таких фестивалей, потому что, когда мы прославляем свою родину, когда мы прославляем свои традиции, это, конечно, только нам большой плюс, и все последующие поколения все больше и больше будут гордиться тем, что происходит у нас в стране. Чтобы добрый попутный ветер наполнял порца кораблях 23-летний учитель Видномской гимназии Алексей Аксенов всегда мечтал петь, но исполнил свою мечту лишь два года назад, когда впервые пришел на занятия в студию «Звуковая волна». Мне просто нравится вся творческая деятельность, и, в принципе, я люблю петь, и моя работа, в принципе, позволяет это делать, поэтому сегодня я здесь, и мне очень приятно, что такая возможность предоставилась. Попластной конкурс – это что-то новое, такого у меня до этого не было, и, конечно, это огромное волнение и переживание. Сегодняшнее выступление, оно, конечно, сыровато было, на мой взгляд, он очень сильно переволновался. Конечно, работы еще очень много, но он достаточно способный, и так как слух очень хороший, он ловит те моменты, которые не улавливают многие начинающие вокалисты. Авторитетное жюри оценивало сценический образ, подачу и технику исполнения вокалистов. Самые достойные выступят в финале конкурса, который состоится 8 декабря. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.